Посмотрите, как хорошо он держит форму, очень красиво смотрится и обладает замечательным вкусом. Привет, друзья! Сегодня я покажу, как приготовить фруктовый сливочный крем или крем-чиз. Для начала я приготовлю фруктовую карамель и для нее мне нужно 150 г фруктового или ягодного пюре. Любые фрукты или ягоды измельчайте блендером, но если яблоки, то их нужно предварительно отварить и потом измельчить. На плиту ставлю сотейник с толстым дном, жду пока поверхность нагреется и высыпаю 100 г сахара. Делаю сухую карамель. Во время плавления сахара сотейник покачивайте, регулируйте нагрев, чтобы сахар не горел, а плавился равномерно. На начальной стадии мешать его нежелательно. В это же самое время в микроволновке или на другой конфорке нагрейте пюре до горячего состояния. Когда основная масса сахара расплавилась, можно его помешать. И когда карамель достигла насыщенного цвета, добавляю в нее сливочное масло 40 г. Нагрев держу минимальный. Когда масло вмешало, добавляю фруктовое пюре, аккуратно, понемногу, все время при этом мешая. После того как пюре ввели, 1-2 минуты карамель прогрейте. Если фруктовое или ягодное пюре было у вас слишком жидким, поварите карамель немного дольше, 4-5 минут. И все, она готова. Теперь карамели нужно дать остыть до комнатной температуры. Для удобства я ее перелью, но можно этого и не делать. Заодно и взвешиваю. У меня получилось 220 г. Для крема я буду использовать только половину этой карамели. Вторая половина идет у меня на другие цели. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус. От повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска Ирина Кукинг, название конкретного блюда и нажмите Enter. После того, как карамель остыла, достаю из холодильника 250 г сливочного сыра, добавляю к нему 100 мл охлажденных сливок. Обязательное условие, все продукты должны быть холодными из холодильника. Добавляю 20 г сахарной пудры. Все вместе перемешиваю, а потом взбиваю до пышной однородной массы. Начинаю на минимальных оборотах, постепенно их увеличиваю. Кстати, количество сливок в креме можно менять. Если возьмете больше, это сделает крем более нежным, но менее стабильным. Количество пудры или фруктовой карамели я бы оставила таким же. Вот и все. Добавляю сюда 100 г фруктовой карамели и теперь на минимальных оборотах смешиваю карамель и крем. Я очень люблю этот крем. Во-первых, он вкусный и вкусы можно придавать ему совершенно разные. Просто меняя фруктовое или ягодное пюре. Во-вторых, он стабильный, он подходит для шапочек капкейков, для наполнения эклеров, пирожных шоу, прослойки тортов. Для выравнивания его тоже можно использовать. И, к тому же, фруктовая карамель сделает его менее жирным. На этом все. Окончательно до однородности промешайте лопаткой. Смотрите, какая красота! У меня даже кое-где есть вкрапления яблок, потому что пюре было не стопроцентно однородным, но мне даже нравится. Вот этого количества крема у меня хватает ровно на 12 капкейков или на небольшой тортик. Консистенция этого крема позволяет использовать его сразу, но если он пока не нужен, можно убрать его в холодильник. Вот такой фруктовый крем-чиз у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита!